Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Начинаю вот с того, что сейчас мы будем вместе с вами готовить рассольник. Что нам понадобится? Нам понадобится с вами картоха, морковка, лук, кетчуп или томатная паста. Необычная томатная, как томатная паста. Три я взяла огурчика, зелень в самом конце и окорочок копченый, колбаски вот такие. Только такие петчерки нашла. И при рецепте идет говядина, но я не хотела говядину, я не очень люблю, я взяла индюшку. Сейчас будем с вами морковку не тереть, а нарезать, лучок нарезать и немножко обжаривать. И сейчас порежу картошечку, закину ее в воду. Картошку уже в кастрюле кубиками, сейчас закипит. Пассеруем лучок с морковкой, а морковка вот так вот крупно тоже кубиками. Мне хочется, чтобы именно так она выглядела в супе. Немножечко, немножечко попассеруем. А я тем временем помыла мясо и сейчас буду резать индейку. И резать колбаски отделю мясо окорочка от кожи и костей, тоже нарежу. Мясо уже индейку отправила к картошке, здесь порезала один окорочок меленько, мясо тоже меленько. И колбаски вот эти пикантные, они, кстати, действительно с перчиком пикантные, прямо вот для рассольника самое оно. Сейчас закипит мясо с картошкой и добавляю туда колбаски и копченый окорочок. Я еще взяла, девчонки, оливки без косточки, но мои с оливками не будут есть, я знаю, их не любят, поэтому сейчас я их в тарелку буду прям добавлять. К морковке с луком добавили пару ложек кетчупа или томатной пасты и вот так все это дело перемешиваем. Господи, какие стоят ароматы. Сейчас, когда все ингредиенты смешаем, вообще будет что-то. Я, скорее, девчонки, не делала солянку, но вчера попался мне рецептик в интернете и прям очень захотелось. Все, еще чуть-чуть вот так сейчас попассируется, это все дело в томатном соусе. Тут закипает пока мясо с картошкой, сейчас пену будем снимать. Варясь для огурца тоже кубиками, добавляем их в кастрюлю. Еще нам понадобится рассол, ну, стакан или полстакана, сейчас посмотрю, сколько-нибудь вольем. Девчонки, супчик варится, все ингредиенты смешала, зажарку сюда высыпала и уже такая красота невозможная. В конце самым с вами добавим зелень. Завершающий этап пошла зеленушечка. Сейчас мы ее перемешаем, 5 минут с зеленью поварится и покажу вам уже всю эту прелесть в тарелке и с оливочками. Девчонки, я уже есть уселась и не показала вам итоговый результат. Красота необыкновенная и вкуснота тоже. Девчонки, пришла посылка от Organic Zone, здесь их новиночки, очень интересно вместе с вами будет протестировать. Вчера сварила солянку и думаю, почему я вам ее все видео называю рассольник. Девчонки, это была солянка. Я уверена, сейчас вы начнете меня уже в комментариях поправлять. Я знаю, что это солянка, но почему-то с рассольником их часто путаю, да? Давайте вместе с вами распакуем скорее это посылочка. У них у Organic Zone новая линейка уходовой косметики. И детская еще появилась серия, чему я несказанно рада. Я заказала и детскую потестировать. Как-то запаковали прям довротно. Я даже не знаю, девчонки, как распаковать. Кто смотрит меня давно, знает уже, я люблю вот так вот. Organic Zone, особенно их пилинг. Он у меня всегда есть, всегда есть в запасе, он великолепный. Organic Zone, ну, не сказать, что прям сильно бюджетная марка. Как нам распаковать посылку, девочки? Не сказать, что сильно бюджетная марка, но недорогая. Некоторые продукты прям, ну, есть очень бюджетные, есть немножко подороже. Если там, допустим, брать в расчет альгинатные маски, да? О, вот так. Ну, давай, дорогая. Как всегда, я, наверное, с дна открыла или нет. Так. Первое, что попалось, вижу, вот детская новая линеечка. У них Organic Zone Baby. Крем питательный борется с раздражениями и опрелостями. Я все в поисках идеального крема. Вот вы мне советовали, кстати, где он, как он называется? Солнце и луна от мороза, да, для щечек. Мне не понравился, скажу девчонки честно, потому что фаберликовский, по крайней мере, точно лучше. На наших щечках ведет себя. Этот не понравился, он не снимает шелушение с лица у меня, у дочери. Вот поэтому взяла попробовать вот такой. И обязательно, если понравится, пост напишу в Инстаграм. Сегодня же начнем его пробовать. Смотрите, масло ши, какао, брикосовых косточек, зародыши, пшеницы, алантаин, гель, алоэ, вера. Состав, кому интересно. Много эфирных масел, витаминчиков, депантенол, нанести на чистую сухую кожу. Давайте откроем, посмотрим. Пришел зафольгированный, это отличненько. Так, хотя бы потестировать, как он выглядит. Кремушек. А что тут еще? А пленочка осталась, фольга отодралась, а осталась пленочка, девчонки. И кремушек не вылезает. Вот беленький такой, молочного цвета даже. На фокус. Фокус. Вот так выглядит. Почти ничем не пахнет. И довольно такой, знаете, питательный. Действительно питательный. Он практически сразу впитался. И даже жирной пленки не оставляет. Но ощущение напитанности есть. Прям такой классный. Пока мне нравится. Текстура такая. Если фаберлик, она пожиже. Солнце, луна, он прям тоже густой такой, густой. Это вот такая средняя консистенция. Интересная очень. Так, следующий продукт, который нам с вами под руку попался. Несмываемая ночная маска для лица. Это, кстати, вот новиночка. Серия Детокс у Organic Zone вышла. И мне очень интересно попробовать. В последнее время, то ли из оленей своей, то ли не знаю из-за чего, я люблю больше маски несмываемой. Это на самом деле круто. Ну, вместо ночного крема, да. С гелем Алоэ Вера, маслом зародыша пшеницы. Она у нас интенсивно увлажняет, замедляет процессы старения. То есть, эта серия еще и антиэйдж. 0% парабенов, минеральных масел и чего-то еще. Так, ночная маска питает кожу во время снаоспособствия и обновлению. Растительный глицерин, масло зародыша пшеницы. Состав, кому интересно, состав потрясающий. Мне в Organic Zone вообще составы очень нравятся. Я вам ссылку на все продукты и на сайт их оставлю. Под видео обязательно Organic Zone продается на Wildberries, на зоне, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, так, состав давайте дальше смотреть. Мне уже хочется все тестировать. Невозможно. Так, а что здесь у нас так хорошо упаковано? Один продукт какой-то, по-моему, это пилинг. Пилинг так добротно запаковали. Я заказываю тот же самый, что я брала в последний раз. Я вам уже много раз показывала во влогах. Это антивозрастной пилинг. Тамаха кислоты. И он великолепно работает на коже. И просто вот из всех пилингов, что я пробовала, это лучшие, девчонки, лучшие. Я сейчас что-нибудь сворочу. Тут пилинг с аха-кислотами с лифтинг-эффектом. У меня абсолютно такой же стоит. И мы с вами сегодня сделаем тоже кислотный уход. Все протестируем, все кремушки, все протестируем. Очень крутой пилинг. В своем роде прям лучше. Так, достаем еще оставшиеся баночки. Что у нас здесь? Антицеллюлитный горячий скраб для тела. Мне безумно хотелось его попробовать. Здесь 350 миллилитров. Банка огромная, девчонки. Смотрите, он с перчиком. Огнище вообще. Молотый кофе. Это здорово. Я вот поняла, что кофейные скрабы, они работают все-таки лучше всего. Есть еще скрабы кокосовые. Есть какие-то там косточки еще. Но кофейные скрабы круче работают всего. Именно на лифтинг, эффект на подтяжку, на антицеллюлитный эффект. Так. Красный перец, имбирь. Горячий скраб. Разогревает по крову, ускоряет крово-лимфоток. Это вот то, что нужно. Улучшается микроциркуляция. Да, это все понятно. Так, состав, кому интересно. Соль морская, глицерин, масло шеи, масло кокоса, масло соя. Все-таки кофе не на первом месте. Здесь больше соли, но тем не менее он в самом начале. Витамин Е, экстракт красного перца, красный перец молотый, горчица. Ух, как я думаю, будет жечь. Имбирь молотый, экстракт крапивы, экстракт чистотела. Потрясающе, слушайте. Гель алоэ, вера, пантенол, натуральный пигмент, эфирное масло апельсина, сорбиновая кислота, молочная кислота, сорбаткаля. Тоже нет минеральных масел, нет СЛС, силиконов и так далее. Девчонки, это бомбезный состав. Смотрите, как он выглядит. Вау, за счет красного перца. Он очень густой, я думаю, у него будет расход небольшой. Он пахнет вкусненько, какая-то душечка эфирных масел. И пахнет перчиком. Ой, вообще огонь. Мы с вами посмотрим в ванной тогда на текстуру, на все эти дела, как он выглядит. Я сейчас как раз пойду в душ, вот это все дело протестирую. Будем с вами тестировать на лицо. Так, первая гидрогелевая маска для лица с аха-кислотами, для чувствительной и нормальной кожи, гидрогелевой масочки, это тоже вещь. Так, для сухой, чувствительной и нормальной кожи. Почему беру сейчас именно такой, уходящий капитаж, кожа у меня сейчас нежирная зимой, она у меня нормальная. И даже просит, просит прям усиленно питание. Убирает стянута, сделает кожу упругой, эластичный состав. Использовать осторожно в солнечное время года, да, потому что у нас здесь кислоты. Перед выходом наносить СПФ. Наносим слоем 1 мм, то есть тоненьким достаточно, оставляем на 5-7 минут, смываем. Сделаем сегодня с вами эту гидрогелевую масочку обязательно. Очень интересный продукт. Молодцы, Organic Zone, у них раньше как-то был ассортимент по-беднее. Сейчас прям линейки расширяются. Вот так она выглядит. И очень вкусно пахнет. Прям что-то такое вот парфюмом каким-то с фруктиками. Да, дынька. Маска для лица освежающая. Еще одна освежающая маска для лица у меня от Organic Zone уже была. Немножечко, правда, в другой баночке и в другой тубе. Вот плохо, что поддеть. Не за что, конечно, вот открывать не очень удобно. В другой тубе. И она крутая, она похожа по своему действию на маску бабушку Агафьи, тоже освежающую, которую я вам говорила. Она тоже освежает, она круто тоже сгоняет отеки и освежает цвет лица. Вообще просто потрясающий. Одна из моих любимых масок, не только в Organic Zone вообще. Для нормальной кожи вот состав, витаминчики, цветочная вода. Вот на основе голубой глины она, но в то же время она в корку на лице не застывает и не подсушивает. Мы с вами все сделаем, все увидите, все посмотрите. Так, вот такая вот масочка. Вот такие вот продукты я заказала в Organic Zone. Надеюсь, что все понравится, то, что не пробовала ранее. Итак, погнали с вами все вместе тестировать. Девчонки, смотрите, какой он густой. Очень густой. Скраб вообще крутой. Сейчас буду наносить на тело, потом вам расскажу. Девчонки, скраб пушка просто. Я в восторге в диком. А расход у него получился совсем минимальный, потому что он безумно густой. То есть это одна гуще с обилием частичек морской соли, кофе. Вообще, мне кажется, вот этой банке процедур на 50 хватит. Что по факту? По факту стоишь розовенький, как поросенчик. Сначала думала, буду такая красная, как будто я кого-то зарезала и съела. Нет. Когда скраб распределяется по телу, он немножечко становится такой розовой пеной. Но не пеной, а приобретает светло-розовый цвет. Поэтому, в принципе, не страшно. Хотя вся такая все равно красивая, все здорово. Частичек много. Они классно полируют, отшлифовывают и так далее. В общем, кожа гладкая, девчонки, просто необыкновенно. Это восторг. Во время процедуры не щипало ничего, не жгло. Процедуры, да, скрабирование. Но если есть ранки на теле или, допустим, после бритья, я не рекомендую. Потому что там все-таки... Что-то у нас камера как-то низковата. Там все-таки красный перец. И будет жечь. Почему? Потому что у меня на руке вот есть ранки сегодня. Чистила сковороды и поранилась. И вот тут мне жгло прям сильно. И как бы все. Вроде тело разогревается, но там сильного какого-то покраснения, раздражения, жжения нет. Смыла, вылезла из душа, нанесла лосьон для тела. И вот тут лосьон обычный, просто питательный лосьон для тела. И тут началась песня. Интересно очень. Вот сейчас в некоторых местах идет такое покраснение никакого нет. Но разогревание кожи. То есть я чувствую такое легкое жжение. Ну да, жжение. Я чувствую, что у меня в этих местах кожа теплая. Причем не во всех. Постепенно, по всему телу вот это вот ощущение распространяется. Очень, конечно, интересно. Хотя я смывала скраб как следует. Потому что у меня была такая мысль, что я сейчас его смою. И вот потом, через какое-то время у меня начнется вот эта вот реакция. Но вообще круто. То есть средство действительно работающее. Работающее еще после того, как вы его использовали. То есть сейчас потихоньку в некоторых местах по всему телу вот это вот появляется тепло и легкое жжение без дискомфорта. Я думаю, это скоро пройдет. Мы с вами это выясним вместе. Так, а сейчас я хотела сделать девчонке, кстати, маску для волос тоже от Organic Zone. Она у меня давно уже стоит вот такая вот. Она тоже, кстати, сахакислотами, регенерирующая для сухих и поврежденных. Это у меня с прошлого заказа еще стоит. Тут как раз на один-два раза осталась. Вот такая набеленькая. Сейчас с вами нанесем масочку, пока будем делать филинг. Напитаем волосики. Маска неплохая. Не скажу, что прям для убитых сухих волос. Нет. Ну вот для моих сейчас самое оно. Не сильно перегружаю. Не утяжеляют. Как следует. Вот так вот прям. Особенно кончики обволакиваем. Шапку даже одевать не буду. Не хочу ее искать. Так, все. Везде промазала. Сзади еще чуть-чуть. Ну да, у меня ее тут на один раз как раз осталось совсем немножко. Красота. Да, девчонки, вот такой же филинг мне пришел. Вот у меня начатое тоже тут на один-два раза осталось. И вот новенькие. Они абсолютно идентичные. Новенькие убираем в запас и дорасходуем. Да, тут немного уже. Дорасходуем с вами старый. Наносим тонким слоем. И будем ходить. Но я хожу уже долго. Если вы первый раз, второй или третий делаете кислоты, то там достаточно одной, двух, трех минуточек. Смотреть надо, наблюдать за собой, за состоянием кожи. Я могу ходить до тех пор, пока не перестанет жечь. И как бы мне комфортно, нормально. Но в среднем минут 10. А производитель нам рекомендует 5-10 минут. Ну вот я минут 10 хожу, потому что к таким процедурам уже привычно. Я даже иногда наношу на веки, не близко к глазкам. Они тоже нуждаются в пилинге. Он достаточно деликатен. В то же время он круто работает все равно. Все равно круто работает. Круто отшелушивает. Круто омолаживает, что ли, девчонки. Разглаживает. Ну, вы знаете, на что у нас направлены кислоты. Здесь аха. Вот начинается уже. Этот еще с лифтинг-эффектом. Начинается уже у меня жжение покалывания. Все, я пойду ухожу 10 минут и к вам вернусь. Смотрите, как у меня лицо уже красное, да, от пилинга. Сейчас буду его смывать. И буду смывать масочку с волос. 10 минут вполне хватит. Смотрите, что красненьшее. Я думаю, нам сейчас гидрогелевая масочка как раз успокоит все это дело. Вот это, да. Сейчас мы ее с вами запробуем. Взяла кисточку. Так, сейчас крышечки с фольги аккуратно сниму. Там у нас было написано не толстым слоем. Ой, холодненькая такая. После пилинга прям приятненько. Очень. А дужечка такая приятно травяная, парфюмерная. Распробовала я ее. Таким тоненьким слоем. Наносим. Лицо прям красное. Давно что-то я так от пилинга не краснела. Но поры идеально чистые, светлые, белые. Я вам всегда его хвалю. Если не пробовали, прям очень рекомендую. У него маленький расход. Вам этой бутылки хватит на сезон. А то и на два. Сейчас уже скоро весна. Уже с пилингами надо завязывать. Еще месяцочек. Но два. Можно попользоваться. Я имею ввиду кислотные именно. Ну, такие пилинги можно, конечно, и в теплое время года. Но потом на день обязательно СПФ. Обязательно. То есть их делаем на ночь, естественно. И на день, когда выходим на улицу, какой-нибудь кремушек с СПФ. Холодочек такой от маски очень приятный. Красота. Расход у маски тоже будет небольшой. Потому что наносим с вами тонким слоем. Такие масочки я и по две ки наношу. Все, красота. Так, сколько мы с вами ходим, я забыла. Ходим мы с вами 5-7 минут. 5-7 минут, потом будем смывать. Такая вот она прозрачная на лице выглядит. Приятная консистенция. Мне кажется, сейчас после пилинга моя кожа ее просто съест, впитает. 7 минут прошло. Местами она прям впиталась. Она такая вот, если к ней прикасаться, липкая. И сейчас мы ее будем смывать. Краснота наполовину сошла. Будем масочку смывать. Посмотрим с вами на результат. Так, девчонки, что по факту. Маска нам заявляет то, что она будет увлажнять глубокую кожу, убирать стянутую, сделать ее упругой, эластичной. По поводу упругой прям даже спорить не буду, потому что многие гидрогелевые, гелевые маски делают нашу кожу упругой. Это не исключение. Она действительно очень упругая. Руки, пальчики прям отпружинивают. Увлажненная, да, увлажненная. Сухости, стянутости никакой нет. Хотя у нас был пилинг. Как бы все нормально, видите, она как бы даже светится изнутри. Увлажненная, действительно увлажненная кожа. Но кремушек, конечно, какой-то все равно хочется нанести. Не утяжеляет, не пересушивает, как бы не делает жирным лицо, да. Ничего такого критичного. Но я бы еще что-то нанесла. Сейчас моя кожа вообще зимой требует капитального питания. Вот. Упругая, эластичная. Да, даже морщинка на лбу разгладилась. Но еще благодаря пилингу как-то вот все подтянулось. Я в целом довольна. Сейчас мы будем с вами тестировать ночную маску. Вот эту вот несмываемую для лица. Про маску освежающую я вам уже рассказала. Это утренний уход. А у нас уже вечер, поэтому я ее буду делать утром. Но очень круто. Я ее обожаю прям. Так. И у нас несмываемая маска для лица. Ночная. Что она нам обещает? Питает кожу, способствует ее обновлению. Смягчает, увлажняет, разглаживает мелкие мимические аминокислоты. У нас здесь есть. Так. Разглаживает морщинки, улучшает цвет лица, помогает удерживать влагу. Ну, погнали. Сейчас посмотрим. Так. Она у нас зафольгированная тоже масочка была. Вот такая беленькая, как кремушка, леоиденькая, на коже. Вот видите, практически сразу начинает таять. И вообще запаха никакого не чувствую. Правда. Интенсивно увлажняет, замедляет процессы старения. Наносим с вами как ночной кремушек. Ой, прям сразу хорошо становится. Да, не хватало. Все равно мне крема после всех этих процедур. Она прям такая питательная. Слушайте, вот сейчас я ее в данный момент ощущаю на лице. То есть невесомая. Не нанесли, впиталась, а я ее действительно на лице чувствую. Сейчас посмотрим. Так. Ну, достаточно таким я хорошим слоем. Не плотным, конечно. На декольте нанесу. Так. Нанести тонким слоем на очищенную кожу. Перец, но не смывать. Все как мы и сделали. Немножечко. Помассируем. Пока еще я ее ощущаю. Но уже она начинает впитываться. Впитываться. С ней можно, кстати, массаж делать. Она такая, не то что жирненькая, но довольно питательная. Вот в тех местах, где она уже впитывается, я не вижу жирного блеска. Так. Все, почти впиталось. И лицо действительно напитное. Это уже не просто увлажнение, а прям хорошее, такое полноценное, действительно питание. Это продукт однозначно ночной. И моей нормальной сейчас кожи, а летом комбинированной и жирной местами, да, этот продукт прям понравился. Она его вот практически полностью впитала. И я уже не чувствую, что у меня что-то есть на лице, но совсем-совсем слегка, да. То есть никакой пленки не чувствую. Я не думаю, что она будет закупоривать поры. Пленочки никакой не чувствую. Чувствую питание. И она действительно увлажнена. Жирности никакой нет, видите. Впиталась жирного блеска никакого нет. Напитанная действительно кожа. И вот уже после этой ночной маски практически выровнялся цвет лица. После пилинга я стала выглядеть белым человеком, да, а не вождем краснокожих. В целом классно. И вот даже вот руками, пальцами, которыми наносила, они прям отличаются от других. Такие мягенькие прям. Супер. Супер. Мне классно. Буду тестировать дальше. Вам потом рассказывайте обязательно в пустых баночках и в Инстаграм. И в Инстаграм обязательно напишу вам пост. И про детский кремушек. Будем его тестировать. Посмотрим, насколько он нам поможет против наших обветренных, бедных, несчастных щечек. Каждую зиму такая история. Вот. Так. Ну и на этом все, мои хорошие. Буду влог заканчивать. Надеюсь, вам было со мной интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте лайк. Ссылки все на Organic Zone под видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Поехали.